ПОЛИГОН В прошлом выпуске мы рассказали про новый Т-80У, а теперь настал черёд ещё одной машины из обновления «Цель захвачена» — М1А1 «Абрамс» — топовый американский ОБТ, сочетающий в себе подвижность, живучесть и пугающую огневую мощь. Начнём с орудия. Стабилизированная в двух плоскостях. 120-мм пушка перезаряжается всего за 6 секунд, опускается на 9 градусов и поднимается на 20. Дополнительно машина вооружена тремя пулемётами. Два на крыше и ещё один спаррин с орудием. Динамической защиты у танка нет. Вместо этого лоб «Абрамса» прикрывают два слоя катаной гомогенной брони. А между ними — 600 миллиметров так называемой «НЕРО» или «Нон Энерджетик Реактив Армор». Это сложный ячейстый материал, структура которого позволяет разрушать реактивную струю без использования взрывчатки. Аналогичную конструкцию имеет и защита башни. 800 миллиметров «НЕРО» во лбу, 400 в маске орудия и 300-350 с бортов. Наводчик, командир и заряжающий традиционно разместились в башне машины. Мехвод — в передней части корпуса, ровно по центру. Боеукладка — в задней части башни. Ну а корму машины заняли топливные баки, радиаторы и газотурбинный двигатель мощностью более полутора тысяч лошадиных сил. Теперь о боеприпасах. С самого начала нам доступен кумулятивный снаряд МВ-730. Один из самых мощных кумулятивов в игре с пробитием 650 миллиметров. И хотя большинство топовых машин оснащены противокумулятивной защитой, от него она спасает далеко не всегда. И второй снаряд — ОБПС М-829 с сердечником из обеднённого урана. Да-да-да, это натуральный урановый лом. Со 100 метров он пробивает без малого 500 миллиметров брони. Еще одна отличительная черта машины — высокая живучесть. Благодаря серии оригинальных конструкторских решений уничтожить Абрамс не всегда удается даже в борт. Специальные вышибные панели в башне позволят экипажу выжить даже при детонации боеукладки. А топливные баки размещены в бронированных отсеках, чтобы остановить распространение пожара. Но танк, конечно, не бессмертен. Его главные уязвимые зоны — башня чуть ниже маски орудия, погон башни и сама маска орудия. Приведённой брони там немного, а успешное пробитие может стоить жизни всему экипажу. Динамика танка выше всяких похвал. Заявленная максимальная скорость машины — 68 километров в час, что на пересеченной местности выливается примерно в 50. Задним ходом машина способна разгоняться до 41 километра в час, оставляя простор для различных тактических ходов. Что касается тактики, Абрамс берёт на себя роль одного из главных ударных танков в команде. Он способен в числе первых занять ключевую точку, выдержать серию попаданий и встречным огнём по очереди избавиться от соперников. Кроме того, он способен стремительно менять фланги и при необходимости безопасно уничтожать противников с огромной дистанции. В этом помогают выигрышные углы вертикальной наводки и надёжная защита башни. Единственное, что может играть против вас — это огромные размеры машины. Её не так-то просто спрятать в складках рельефа. Новый Абрамс — одна из самых универсальных машин в игре. Высокая живучесть, мощное вооружение и отличная баллистика снарядов позволяют решать самый широкий спектр боевых задач. И к тому же делать это с комфортом, о чём отдельно позаботились внимательные американские инженеры. Первые американские танки «Шерман» пошли в бой в Северной Африке под Эль-Аламейном в октябре 1942 года. В британских частях их встречали с огромным энтузиазмом, ведь эти машины заметно превосходили «Валентайны» и «Крусейдеры» как по защите, так и по вооружению. Другим важным преимуществом оказалась проходимость на неустойчивых грунтах. «Шерманы» практически не вязли в песке, а их внутренности довольно долго не забивались грязью. Фельдмаршал Монтгомери, командующий британскими силами в Северной Африке, отмечал, что новые американские танки сыграли решающую роль в его победе над Роммелем. А что же американские танкисты? Армия США успела к раздаче только в ноябре 1942 года, к самому концу разгрома немецких и итальянских войск. В начале декабря американские танкисты из 1-й танковой дивизии генерал-майора Орландо Уорда добрались до окрестностей Туниса, где к тому моменту уже две недели шли тяжелые танковые бои. На помощь обороняющимся итальянцам подошли свежие силы 10-й танковой дивизии вермахта, генерал-майора Вольфганга Фишера. Их только что перебросили в Тунис. Этим бойцам не хватало опыта военных действий в Африке, однако они много воевали на Восточном фронте. И вот 6 декабря совместная итало-германская боевая группа из десятка Т-3 и Т-4, а также неизвестного количества итальянских самоходок, контратаковала американские позиции на возвышенности к северо-западу от города Теберба. Янки полностью потеряли одну батарею, все офицеры попали в плен. Считается, что они подбили 8 танков, но немецкие источники говорят только о технических поломках, ведь их танкисты еще не привыкли к африканским горам и пустыням. Так или иначе, американцам необходимо было снова взять высоту. К штурму готовились 8 танков М3 «Гранд» и 5 новеньких «Шерманов». Высота была скалистая, почти без растительности, но со множеством укрытий, которыми немцы умело пользовались. Оборону держали два Т-4 и, по неподтвержденным данным, вовремя подоспевшая батарея 88-мм орудий. Основные силы бронетанковой группы отошли, так как союзники решительно наступали на соседних участках. Впрочем, крупных сил немцам и не требовалось, ведь американцы были вынуждены двигаться по узкой дороге, объезжать препятствия, то и дело подставляя противнику то один бок, то другой. Основной бой состоялся уже на самой высоте, вернее сказать, не бой, а избиение. Вскоре все американские танки горели. Вот как об этом сражении писал Дуайт Эйзенхауэр. «Я не могу назвать ведение боя нашими войсками, иначе как нарушением всех и всяких известных мне принципов обороны и наступления. Это противоречит известным методам операционного и снабженческого характера, когда-либо описанным в книгах и наставлениях». Вы спросите, чем же закончилась битва? Как ни удивительно, но победой союзников. Просто у немцев не было ресурсов для удержания обороны. Исчерпав их до остатка, они были вынуждены отступить, и на следующий день американцы успешно вернули себе утраченные позиции. А бой под Тунисом вошел в историю не только как первый опыт использования «Шерманов» в подобных условиях, но и как одна из самых нелепых побед в истории Второй мировой. Когда игроки перешагивают первые два ранга исследования флота, их встречает совершенно новый геймплей. Он резко становится более тяжеловесным и масштабным, а корабли, по сравнению с привычным москитным флотом, кажутся настоящими гигантами. Больше орудий, совершенно другая динамика. Как во всем этом не запутаться и комфортно перейти на следующие ранги? Расскажем прямо сейчас! Первое, что вы заметите, зайдя в бой на эсминцах или легких крейсерах, это, конечно же, размеры. Что из этого следует на практике? Во-первых, важно сразу сделать поправку на вес и водоизмещение. Впредь маршрут стоит планировать наперёд. Многотонная стальная громадина не разгоняется и тем более не останавливается в один миг. Радиус циркуляции корабля тоже заметно вырос и теперь измеряется в десятках, а то и в сотнях метров. Больше никаких разворотов в узких проливах, а манёвры вблизи островов всегда будут связаны с риском сесть на мель или поймать в борт торпеду. Во-вторых, теперь у вас множество огневых точек с основным, дополнительным и зенитным вооружением. У каждого из них своя роль и эффективная дальность. У противоминного калибра, к примеру, дистанция стрельбы 5 километров, а основной калибр может стрелять на 20. Вряд ли будет много толку, если использовать их одновременно. И совсем отдельно стоят зенитные орудия, создающие вокруг корабля защитную сферу радиусом в километр-полтора. Чтобы добиться максимальной эффективности, каждый вид вооружений важно контролировать по отдельности. Расставляйте приоритеты с помощью горячих клавиш «Х-1-2-3» и переключайтесь между ними с помощью «Альт-1-2-3». Теперь о тактике. Сражаясь на дальних дистанциях, маневрируйте. Снижайте скорость хода и снова добавляйте. Перекладывайте руль с одного борта на другой. Идите галсами. При ваших габаритах подобные трюки могут показаться излишними. Но это не так. Защитные маневры по-прежнему сильно затрудняют противнику ведение прицельного огня. Стреляя по вражеским эсминцам и легким крейсерам, для начала зарядите пару бронебойных. Попадание в центр корабля противника может выбить двигатель и устроить пожар. Следом стреляйте фугасами, уничтожайте орудия и надстройки. А бронебойные помогут завершить начатое. Достаточно одного попадания в артиллерийские погреба, чтобы отправить обездвиженного и безоружного противника прямо на дно. И не засиживайтесь в снайперском режиме, почаще оглядывайтесь по сторонам. Своевременный контроль обстановки позволит вовремя заметить налёт вражеской авиации или пущенные противником торпеды. Наконец, самое главное — не заходите на мелководье. Там орудуют ваши главные враги — торпедные катера, справиться с которыми на близкой дистанции будет очень сложно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спрашивает Макс Вяткин. А расскажите, как пользоваться РЛС на самолётах. Заранее спасибо. Привет, Макс. Да, собственно, точно так же, как и на наземной технике. Интерфейсы, клавиши управления — те же, принцип работы такой же. Там никаких особых хитростей. Следующий вопрос прислал второй носок. Разработчики, расскажите, как пользоваться и настраивать баллистический вычислитель на М163. В полигон вышел, а точки упреждения никакой нет. Привет, второй носок. Баллистический вычислитель не поможет вам обнаружить цель, её придётся искать глазами. А вот дальше вы можете её захватить соответствующей кнопкой и вести точно так же, как на полнофункциональных РЛС. А вот пишет Александр Арутюнян. Уважаемые разработчики, как расшифровывается ОБТ и ОППС? Привет, Александр. Только ОБПС — это оперённый бронебойный подкалиберный снаряд. Один из самых ходовых на старших рангах. А ОБТ — это основной боевой танк. К этому классу относятся многоцелевые машины, сочетающие высокую огневую мощь с хорошей подвижностью и защищённостью. Следующий вопрос прислал RXN Артур, USSR. Уважаемые разработчики, объясните, пожалуйста, что такое наведение плечевым упором? Привет, Артур. Плечевой упор — это простенькая система вертикальной стабилизации орудия, реализованная в некоторых моделях техники. Что-то вроде приклада, только для танковой пушки. Работает, когда танк стоит на месте или медленно движется, а на больших скоростях эффективность теряет. Блюрифейс спрашивает. Здравствуйте, уважаемые улитки! Не могли бы вы подсказать, как правильно выпускать ракеты? У них очень низкая точность, и я в 99% случаев не попадаю. Спасибо заранее. Ну, у каждого типа ракет есть специфика, к которой надо приноровиться. Но вот пара советов, которые, возможно, вам немного помогут. Во-первых, неуправляемые ракеты хороши против наземной техники. А если вы вдруг пытаетесь сбивать ими самолёты, то это, в общем, не лучшая затея. Во-вторых, ракеты обычно расположены на крыльях. Если наводиться точно на цель, они будут падать от неё по бокам. А попробуйте перед выстрелом взять чуть левее или чуть правее. И, наконец, интересуется Никита Белозёров. Ещё один вопрос. Не боитесь ли вы переборщить с реалистичностью в игре? Просто каждый раз слышу «отлично реализовано в игре», но абсолютная реалистичность может отпугнуть игроков, станет неудобно играть. Привет, Никита! Ну, у разных игроков разные запросы на реализм. Почитайте другие комментарии. Нас там часто просят сделать и физические стволы танков, и определённый процент бракованных бомб, и, например, случайные поломки в бою. Но мы всегда задаёмся двумя вопросами. Во-первых, реалистично ли это? И, во-вторых, интересно ли будет играть? И мы стараемся балансировать игру так, чтобы при всей нашей любви к реализму геймплей от этого никогда бы не страдал. Вот и всё на сегодня. Это был Polygon от Gaijin Entertainment. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки и обязательно делитесь впечатлениями в комментариях. До встречи через неделю! Субтитры подогнал «Симон»